Доброе утро! 30-й день нашего с вами ежедневника. Жизнь продолжается. Сегодня суббота и сегодня день отдыха. Мы, кстати, ребят вчера провожали. Все потихонечку разъезжаются. Совсем забыл, что уже завтра мы съезжаем с этой замечательной виллы. И в нашу задачу сейчас входит собрать все эти вещи. Коих за время нашего тут пребывания уже даже поднакопилось. И что-то уже даже нужно раздать. Как я и обещал, все будет по-настоящему и по-честному. Сегодня какой-то абсолютно смурной день. Вроде хотелось что-то сделать, но какая-то абсолютная каша в голове. Нам нужно съехать с виллы. Для этого нужно найти какое-нибудь место, чтобы жить. Оно не найдено, вещи не собраны. И, наверное, важнее найти куда, а потом уже определяться с тем, что перевести. Поэтому движемся, посмотрим гесты. Есть на примете три варианта. Их еще раз проверим. Но начнем с того же, в котором мы были, в котором жрут комары. Я снова в этом же гесте. Кстати, вот скупи. Вот это скупи. И вот от него болит жопа. Хотя это красиво и скупи. У него вон такая прикольная сделанность и духа. Ты тестируешь номер на предмет комаров? Я сижу в нашем потенциальном номере, жду комаров. Что, пришли? Пока ни одного. Отель, я вам скажу, точнее, этот гест, он определенно крутой. Единственное, что мы хотели какой-то движухи. А учитывая то, что вы видите вокруг, здесь не то, что нет движухи. Здесь людей вообще даже нет. Если двигаться, то с кем-то, а здесь кого-то нет. Вот вся сложность. И если они есть, то они прячутся. А нам не нужны те, которые прячутся. Поэтому, что, мы поедем в другой? Пойдем посмотрим, да, сравним. У нас еще есть байкс-хаусы. Мы приехали в новую локацию. Вот такая вот милая парковка для байка. Вот так называется этот гест. И пойдемте смотреть, что же там внутри. Прикольно? Да. О, здесь круто. Тут особенность такова, что здесь нет отдельных бунгало, но зато здесь более компактная территория. Тут на втором этаже вот такой вот кау-воркинг. То есть, если нужно поработать. Кандей работает, вид прилично очень. Пойдем посмотрим, что еще, и найдем персонал, чтобы нам номер показали. Вот. Машка, и мне нравится. Серега. Сразу с домашним животным? Это все животные. Туалет с обогревателем. Ну, так простенько. Начался дождь. Ой, я ключ забыл, представляете, в байке. Вот так делать не надо. Это плохая идея. Хорошо, что это было вместе в таком укромном. Вряд ли могли угнать. Ну, честно скажу, второй мне понравился. Ну, мне понравилась территория, крутой кау-воркинг, но мне не очень нравится размер комнат и, в принципе, расположение относительно дороги. Едем смотреть, у нас есть третий претендент. Мы добрались до третьего места. Оно было абсолютно неоднозначным, потому что здесь идет полноценная реконструкция. Но так внешне все выглядит довольно прилично. Удешевели они его, да. Ну, вот тут, видишь, как виллы. А потом вот там индонезийцы танцуют. Крис нашла тиктокеров. Какую ты песню знаешь? Так, ладно, пока они снимают тикток и пойду территорию посмотрю. На самом деле, очень крутая территория. Она разделена на две части. Вот здесь, видимо, как бы отдельные номера, вот такие, с таким проходом к каждому номеру. А здесь мостик через речку и проход к подъезду оттуда, откуда непосредственно сам въезд на территорию. Вот голубая водичка, это, конечно, выглядит все очень прикольно. И классная тропинка. Сейчас дойдем до самого конца. Блин, ручки у них, конечно, смотрите, какая проблема. У нас вот на вилле такие ручки. Вроде все неплохо, но если ты открываешь ручку вперед, то все, рука упирается. Если ты закрываешь, то нужно быть аккуратно с пальцами, потому что так же самое можно очень жестко встрять. Я себе один разочек пальчики так отлупил. Вот такие вот три варианта у нас есть. Каждый из вариантов стоит примерно где-то около 30 тысяч рублей на месяц. Будем выбирать. Время есть до завтра. Поэтому есть время подумать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!